Это хорошо. Я посижу. Сейчас я посижу. Я свет включу сейчас. Хватит, не видно что-то. Да и не видишь, сейчас увидишь. Никуда я не делся. Мне свет надо включить. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Стой, стой, стой. Вот так видать, нет? Да, да, так хорошо видно. Слава Богу. Направилось. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, у меня все записывается. Оставляется в интернет. Не против? Нет, нет. Скажи, я не против. Я говорю, нет, не против. Я слушаю, дорогой, пожалуйста. Не против. Хорошо, говори. Если я против, а я не против. Если против, я выключаю и на этом разговор окончен. Зачем это нужно? Честному человеку скрывать, зачем? Нет, нет, нет. Я говорю, у нас в Москве есть хлев против. А я говорю, я не против. Да, слушаю. Говорите. Вот, вот. Игнать Тихович, вы же лежали в больнице, когда нас угнали за Христа. А когда я лежал? Ну, вы говорили, у вас выкручивали руки там. Ну, это когда-то было. Сейчас еще поминать это. Я здоровый, только с глазом меня вот просмотрели. Шесть лет у меня занесли инфекции. Это я видел. Я видел, видел. А можете сказать вообще, в каких вы там лежали в больнице? Какие там были пациенты? Какие вас окружали люди там? Это дело настолько давнее. Почти шестьдесят восемь лет назад. Зачем мне это нужно? Как, что было? В обыкновенной больнице я лежал так. Всегда молился. Ни на что не смотрел. И где выходит в столовую, в столовую молился. Соблюдал пост. Строго. Вот сделали у меня операцию. Я на операции лежал. Операции тяжелые были. Там на позвоночнике там вообще. И пришли. Там принесли что поесть. Я говорю, оно на молоке наверное? Ну да. Я говорю, так а сейчас пост? На что вам специально готовить будут? Я говорю, я и не просил. Тут дней пять осталось. До Рождества я и так пролежу. Но они тут быстро засуетились. Уже к обеду принесли. Сварили на воде. А потом какие-то компоты. Какие-то соки. Они меня еще лучше стали кормить, чем других. И все. И в армии, и в тюрьме, и в лагере я никогда пост не нарушал. Я просто боюсь Бога и люблю его. Я вижу, что вам прям. Что спешествует прям. Все складывается вам, как говорится. Во благо. У меня село в больницу утащится. То меня краном, говорится, сняли с крыши. Стеклим. 43 градуса мороза. И железные рамы. И стекло. Пальцы прикипают. Забежать там надо. А там козел. Жара. И у меня полностью поразилил. Руки вот так подвешенные. Висели сколько. Вторая группа сразу. А потом Господь вернул все. Я выздоровел. И здесь тоже меня сейчас сестра одна взялась возить. И не говорит сколько за лекарства платят. Какие-то там, ну маленькие такие вот пузырьки. Там капельки капают в глаза. Но это деньги стоят. Она вот такая, такая. Сегодня опять принесла. Но если выздоровеет, тогда разговор будет. Я говорю, я не могу так. Мне неудобно это. Ну пока так вот. И как будто сегодня мне полегче стало. Я уже столько тумана нет. А там уже столько повреждений в глазе. Я думал, он совсем не будет видеть. Ну шесть лет. Шесть лет гниет. Это не игрушка. Это же глаз. Это не нога, а рука. Ну вот так. Я благодарю Бога за здоровье, за болезни. Каждый день молюсь, так и говорю. А где было самое трудное, это психиатрия. Там делают, что хотят с тобой. Вот привезут такая банка. Так, грустим. Три или пять литров. Его подвешивают. А ты связанный. Он ее втыкает. И тебя тело как пузырь надувается. Ноги. А он стоит сидеть с прессом. Ты отречешься от Бога? Прекрати монет. Значит, тут и сдохнешь-то. Конечно, боли невыносимые. Но Господь позволил устоять. Главное, я все время молился, чтобы разум не отняли. И они ничего не могли сделать. Но они сделали. Я 13 писем написал оттуда с кем-то посылал. Только одно до дому дошло. Отец инвалид войны приехал с мамой. Она мать героиня. Десять детей. И они там начали хлопотать и меня отпустили. Но дали еще один укол и сказали, а вы его все равно привезете. Ну и у меня внутри горело, как лава какая. Я работаю на поле зимой. Домой прихожу, а стоит бетончик с молоком. Но молоко горящее только пить. Оно в себе содержит. А это холодно. Я лед раздолблю и такое пью и ем. И не простыл ничего. И они этого не ожидали, что я так пойду. И лекарство не сработало. А потом я уже уехал. А дальше, когда уже арестовали и начались проверки-то, и оказалось, что все остальное до этого было, все ложно. И все характеристики я выложил в книги, которая называется «До слова Божия нет уз». Говорят, тебя проверять надо. Я говорю, я проверен, это вас надо проверять. А меня проверяли в разных. И в госпитале, и в гражданской. И не где-то, а в психиатрической судебной экспертизе. Психиатрия. Там ничего не делали. А вот когда там было, в военном госпитале, там пытали. А потом меня привезли, чуть не под конвоем, считай, два человека. И Господь это позволил перенести. Я знаю, что это такое. Вот есть такая книга, кажется, Никипелова «Институт дураков». Как они с людьми что делают. Хрущев сказал, у нас политических нету, у нас есть умалишенные. И всех политических сразу записали в умалишенные. Генерал тогда Григоренко, Петр. Генерал. Сразу арестовали и психическую. А теперь злоупотребление советской психиатрии. Все это учитывается как каторга. У меня льготы разные там. Выбили зубы, значит, зубы могут вставить. А я ни одной льготы не воспользовался. Ни одной. С 92-го года, 91-го, считай, сколько уже? Ну, почти 30 лет. И бесплатный проезд в любой конец страны. Я ни разу не поехал. То есть я не пользуюсь льготами, которые государство дало мне. А зачем? Оно и так государство бедное. Это в Москве было, да? Надо, чтобы богатая была Израиль и Америка. И я не протестую. Я молюсь за тех и за других. Вот, Никита, у меня главное оружие. Главное оружие мое какое, видишь? Семикратно в день. И после каждой молитвы 100 поклонов. А сейчас пост начинает. Вот эта масляная неделя пойдет. И семь недель. И все поклоны земные люди делают. Я не могу. У меня позвоночник-то испорчен. Он съезжает. И тогда я встать уже не смогу. А я троекратный, как Даниил. Я троекратный, как Даниил, молюсь. У тебя что-то, не знаю, как-то слабый интернет или еще? У меня-то хорошо работает. Ну, вы слышите меня? Я слышу, и как мозаика такая появляется. Ну, ладно. Так, слушай, говори. Зачем ты звонил-то? Я... Я... Я вам позвонил. Как вы вообще в Москве залежали, да? В Москве я не залежал ни одного дня, ни разу. А вот в 63-й вот этот клинир где вы лежали? Да, в Хабаровский госпиталь. Хабаровский. Здесь лежал я в Кемерово. То есть принудительно, да? Да, мы лежали не принудительно. Все закручено и завязано. Куда? Под арестом. Угу. Машина с заключенными. Я характеристику сейчас найду и тебя скину. С такой характеристикой в рай двери открыты. А что же... Вам говорили какие-то препараты или что? Да, конечно. Ну, как называется? Ну, откуда же я знаю, как называется? Я молился. Я три месяца ни одного слова не говорил им. Три месяца. И ни одного слова не сказал. И как оно было там вообще в больнице? Ну, как было? Ну, как можно быть арестованы, когда тебе статья грозит? Как ты можешь себя вести? Самая пламенная молитва. У меня, когда сидели там один офицер был, и он говорит, ты молчи, иначе тебе дезертирство или что там пришьют. Я же в армии был. Ну, и я молчал. И многие считали, я глухонемой. Вообще разговоров не видел никаких. А как только уходили, где никого нет, я всем свидетельствовал о Боге. А они все равно это знали. Там меня руки повредили крепко. Выкручены были. Так что я никому не желаю, самому злому врагу. Но если ему для обращения Бога надо, Господь может допустить. Я знаю, я храним милостью Божией. И моя мама неграмотная женщина. Десять детей, которых воспитала. И она неграмотная, прилетела, приехала сказать. И она меня нашла в госпитале. И там была встреча. Мы разговариваем. Она говорит, мне показывает, там у дверей стоят где-то. Ну, я шепотом несколько слов сказал, и она уехала. Мать героини. Я когда в Латвии был, обратился. Она подумала, что я куда-то ушел от православия. И тоже туда приехала. Фотографировались. Вот материнская любовь какая. У нас десять детей. Но самые большие ей печали доставил я. Тем, что обращался, меня сажали. А она из дома отрывалась от всех детей и летела ко мне. Мария Егоровна. Я просто к чему вам так вопрос задавал. Я сам попал сейчас в психиатрическую больницу. А как так? Я санитаром работал попал. Значит, смотри. Там такие люди попадают. А с них еще не спросишь. Они что угодно могут с тобой сделать с санитаром. Поэтому не меньше, чем три человека должны к одному заходить. Иначе она всех положит. Там, ну, вы же как радеете. Ратуете за то, что алкоголя не было пока. Вообще в обществе. Там у нас наркологичка. Можно так сказать. Наркопсихологичка. Ну, психиатрическое отделение. То есть туда попадают наркоманы. Алкоголики вот такие вот. Как вот им можно было дегустовать? О чем сфокусировать в бассейне? Какие слова говорить? Тогда говорить о пьяному что говорить? Ему море по колено. Чтоб трезвым был, да? Самое главное. Конечно. Сегодня один говорил и хорошо. А я по глазам вижу, он хлебает что-то. Я говорю, что пьешь что-то? Он говорит. Ну, какой разговор? Я говорю, зайдешь в следующий раз. На начале с чат рулетки. Я ему дал адрес. Он тоже зашел ко мне уже в скайпе. А в скайпе можно говорить. Я ему скинул все ресурсы. А в чат рулетки там еще не сделаешь. Но вот так Господь делает. Я вчера тут с одной сестрой, которая меня возила в больницу. Я говорю, ты давай посиди рядом-то. И они заходят, а все мусульмане-то. Они же женонеистовые такие. Они на нее уставятся, со мной не разговаривают, как будто меня не видят. Сколько лет? Когда? Где? Один. А я сегодня жену вроде брошу, к вам приеду. Сумасшествие. И я ни одной беседы не смог даже забрать. А сегодня тогда говорю, нет, все, хватит. Беру с собой рядом жену. Ну, она жена по церковному оделась. Надежда Васильевна сидит рядом. Тоже ролики будут где-то. Вот начинают спрашивать ее. Ну, они жены неистовые такие. Там, в основном, это вся Средняя Азия. Она бы умирает. Три-четыре жены есть и еще вскачет. Блудники. А у них это не за блуд, за святость считается. У нас такого поганца два-две жены в храм не запустят. А у него четыре, даже нужды нет. А нет, планку-то повысили бы, там никого и не было. Они еще не знают. Я знал их, что они такие. Ну, что именно такие. И никто не читает свою книгу. Я им показываю. Библию показываю. Эй, у нас другая книга. Я говорю, может быть, у тебя эта книга? Ага. Ой-ой-ой. Во-во-во. Я говорю, ну, что там написано? Хоть знаешь? Нет, нам считать это надо по-арабски, а мы не умеем. Ну, перевод же есть. Эй, на перевод читать нельзя. А то еще оказалось хлеще православных. Церковные славянские не понимают. Я говорю, как столбы стоят. Да, да. Ну, и теперь у меня появилось, что их изучать и говорить, говорят некоторые там, чтобы его опровергать. Его нельзя опровергать, потому что он не знает, так или там написано. А чтобы ученый попался, а что это даст? Даже я его сумею переубедить. Я для всех нашел, что говорить. Пятая сура, сорок седьмой, шестьдесят шестой, шестьдесят восьмой аяты. Все, дальше не надо. Я же целый тон написал об этом. И о их истории, и все. Я вижу, им это не надо. Им не надо совершенно. Аллах Акбар, и все. Режь голову. Ничего нету. Только один блуд. И там все, то ли наркотиками какие-то такие. Я говорю, что обкуренные? Ну, маленько. Матерятся. Свинину лопают. Говорит, ну что ты. Жена, не жена одна с ним. И говорит, что ты хвалишься? Говорит, ты намаз-то ни разу не совершал, не молился. Ну и что? А мама привезла сало свинитый. Как лопал-то? С чесноком-то. И он говорит, ты молчи, не говори. Раззадарились. Я говорю, разрешается у нас. А мы не едим. Я никакого мяса не ем. В рот не беру. Больше полвека. Я не нуждаюсь. Во-первых, это дорого. А во-вторых, растительная пища лучше усваивается. И в-третьих, я боюсь подать соблазн кому-то. А раз я не ем, я располагаю к себе 2 миллиарда людей сразу. Павел говорит, не буду есть мясо, пить вина, чтобы не соблазнить. Вот я это понимаю. Вина не пью ни в брашки, ни в пиво. У нас ничего в рот не берем. Ни градуса за целый год. А вот у нас в этом отделении один день пребывания, одни сутки пребывания алкозависимого 7 тысяч рублей стоит. А наркозависимого 11 тысяч. Ну так кто-то питается от этого. Ничего им ты не поможешь. Вшивают эту торпеду, ампулу. Нет, это не торпеду. В общем, как там обстоят дела? Там палаты очень комфортные. Кровати там комфортные. Да я видел все это, видел, я там был с ними. Да, душ, там у них туалет. То есть вообще все сделано для комфорта. Их выводят из этого состояния. Вот ломки вот этой. 6-7 дней они там находятся. Вот. Это что, он выходит опять тоже берется? 100%? Да, нет. Он потом не выходит. Получается он потом едет на второй этап. Уже на реабилитацию переводит. Все это не надо ничего делать. Не надо. Пока к Богу не обратиться, ничего не будет. Одна женщина тут такая была. Я с ней поговорил, а она прям все приняла. Я говорю, ты посмотри на них, когда придешь-то. Она уже несколько лет работает. Она глянула и говорит, я людей-то не вижу. Демоны одни сидят. Ей Бог открыл, кто перед ней. Я говорю, ну еще ты им помогаешь. Государственные деньги тратите. Вы помогите те, которые работали, заболели или что-то. Она говорит, я прямо демонов увидал. Людей-то нету. Я говорю, ты маленько помолись и попроси Бога, чтобы открыл тебе глаза-то, за кем ты ухаживаешь-то. И она помолилась, ей Бог сразу открыл. Черки рогатые, с копытами и с хвостами. Вот что увидала. Нормальная женщина, совершенно нормальная. А вот вы когда лежали, вы кого обратили там? Не знаю. Вот у нас, я 20, допустим 18 лет только в тюрьме работал здесь. Помогал. Ни одного человека не обратил. А почему? А поп пришел, за один раз 470 человек крестил. Пришел полупьяный. Да как, лишь бы только покропить и... А я с ними работаю. Они выходят, даже меня находят. Они перестают что делать. Но полного обращения нету. Я смело это говорю. Я носил им все там, что нужно. И бумагу, и книги, и Евангелие, иконы, и крестики. И все. Но по-настоящему, чтобы обратился, ни одного. Как баптист это он, я вот обратился, он теперь пишет, ему дает. Это все фальшь, глаза не открытые. Ему лишь бы женить, а чтоб передачки шли, чтоб щеперить. Я должен ему дорогу к Христу проложить. Повторяю, за 18 лет непрерывной работы ни одного. Явного. Хотя тюремную начальство, все, когда я уезжаю в отпуск, они стараются записывать, где вас искать, если захват заложников будет, что-то. Потому что заключенные меня слушаются. Они знают, что я каторжник. Там однажды были в камере, когда сидели. Там набралось сколько их. Объявили голодовку. Ну, они с многократной ходкой, уже там 5-6 раз судимый. Мы, говорит, еще не можем сделать. Я говорю, вы меня туда пустить. Да как пустить-то? Убьют сразу. Я говорю, дам расписку. Я верующий. Да что мы из Господа Бога спрашивать будем? Нельзя туда. Да. Я добиваться. Ну, они там еще с собаками снаружи стоят у дверей-то. И меня туда. Открыли дверь и сразу закрыли. Ну, я поздоровался. Они стоят. А то как вы пришли сюда? Они меня знают, все уже. Ну, что батя пришел? Я говорю, я хотел вам рассказать кое-что. Ну, давай. Я говорю, вы знаете, что в тюрьме свиреп стоит туберкулез? Конечно. А вот вы не едите какой день? Третий, четвертый? Это туберкулеза питательная среда. Нужно вам более калорийную пищу давать. Так? А вам ничего не дают, а вы не берете. Ну, да. Теперь дальше. Второй вопрос. У вас дома кто-то остался, кто ждет вас? Ну, жену-то убил там. Ну, может быть, дитё осталось, или собака, или канарейка. Кто тебя ждет на свободе? Придумай что-то себе. И тебя ждут живым живут. Ты тут сдохнешь, тебя никто не найдет. Начальцы тебя спишут, и они за тебя чего будут отвечать, когда пять раз ты судимый? Так вот что, ребята. Сегодня пятница перед Пасхой. Давайте вместе поститься. Сейчас из голодовки вы выходите, так объявите. И два дня будете ни пить, ни есть. Перед Богом. А тут разговейтесь. А мы тут яйца накрасим, разрешение получим, принесем вам сюда. И они все вышли. Так мне один, там, замполит, кажется, он говорит, я всю жизнь тут прослужил в Гуине. Главное управление исполнения наказания. Я, говорит, такого не видал. Что вы могли с ними сделать-то, как это? Подойти нельзя, одни бандиты сидят. А тут сразу стыщат и говорят, мы голодовать перестаем. Ну, так выходите. Нет, мы все равно будем здесь. Но только теперь у нас пост будет. Вот результат какой. А у кого был, ни у кого. Нигде я даже не слыхал такого. Почему? Они хвастаются, чем не надо. А я хвалюсь моим Господом. А кто-нибудь их знал? Стал верующим? Не знаю. От меня это сокрыто. Бог не сказал мне обращать, а послал свидетельствовать. Это я делаю без угождения кому-либо. Сейчас посмотри, я выставляю в ролике с сайта со своего. Какие вопросы задавали патриарху Кириллу Алексею II. И какие он ответы давал, я разбираю. Архимандриту Амросию Юрасову. Каждый вопрос. Это книга у меня, четвертый том. Теперь будущий патриарх Кирилл, тогда был митрополитом. Ему 60 вопросов задают. И как отвечают? И у меня все в книгах помещено. А теперь озвучивает это. Аудио будет. И дальше что? Ну а дальше даю я каждый вопрос. Даю полный расклад по Библии. По святым отцам, по канонам. Как они должны были отвечать? А у них академии, там доктора богословия, там они все. Они не могут отвечать. А почему? Пусть они решат. Я знаю почему. Не любят Господа и страха Божия не имеют. Мне говорят, вы верите патриарху? Это Кирилл. Да он там табаком водкой торговал. Я говорю, что? Ну там у него миллиарды. Ну а дальше то что? Он мне их не отдаст. Если бы дал я бы в старости комбайн купил. Дорогу проложил бы. Учителям бы в три раза больше. Ну и все. И кончилось бы его миллиарды. Ну а что я должен делать? Я говорю, мне дано право молиться. Я молюсь о нем. Но у меня есть то, что у патриарха нету. У Путина нету. Я богаче их. А что у вас есть? Ржавый велосипед, который никто не возьмет. И две голубятни. В избе голуби. А у них нету. А написано, большая статья, у злого человека голуби не живут. У меня трижды доказательства, что я не злой. А у них нету. Они не могут этого доказать. Но я смеюсь. Надо жить интересно и красиво в бедности. Я вот хотел услышать, как себя вести такими людьми. Вот вы же там лежали, у вас окружали там всякие убийницы. Не забыть только, напомнить надо. Я скину вам характеристику, которую дали теперь врачи. Все лежат две недели. А меня держат и держат. Почему? Ждут из Москвы светило по психиатрии. И он приехал. Мазур Моисей Ааронович. Не надо доказывать, в какой национальности. Евреи. Конечно. У нас хороший разговор с ним получился. Я евреев люблю. Я не могу объяснить. Я знаю, от них мы Библию получили. От них Христос Богородица. И считаю люди проклятые, которые их злословят. Но говорю все как есть. За это меня трепут и те и другие. Я должен сказать, что, кто делал революцию, когда было, кто сделал эту перестройку, кто разворовал страну. Я говорю. А дальше я благословляю и помогаю. Я не имею права скрывать. Я должен трудиться в пророческом духе, как мне Бог повелевает. И тогда мы с ним беседуем. Он приехал, меня вызвали. А вы, Лапкин, слышите какие-нибудь голоса? Я говорю, слышу. А слышу, если голоса нету. И какие? Я говорю, в коридоре там матерятся. Я хорошо слышал. Да я не про это. А я смеюсь, говорю, а я как раз про это. А вот скажите. Екатерина мученица, великомученица у вас такая известная? Я говорю, конечно. Зоя Космодемьянская. С чьей стороны героизм больше? Я говорю, конечно, Зоя Космодемьянская. Вот не ожидал. Как же так? Жена же комсомолка. Я говорю, не в этом дело. Екатерину, когда казнили, пальцы отрубали, грудью отрезали. Она знает, сегодня же она их получит от Бога обратно. А у этой ничего впереди нету, кроме петли на шее. И она выдержала. Никого не выдала. Если как верить написанному. Поэтому подвиг Зои Космодемьянской больше, чем подвиг Екатерины, великомученица. Ну, это в раю. А это, может быть, с петлей на шее в ад пошла. Необычный ответ, конечно. А я не делаю там, как говорят, лайки и дизлайки набирать. Мне это не надо. Вопросы. Сейчас вот, которые вопросы мне задавали, отвечают. Вопросы. Это в университетах, когда в пяти же университетах вел занятия. В школах. Три радиопрограммы вел. И вопросов 4124. 55 папок. И сейчас выставляю, и все. Да как же так? Это вам такие вопросы задавали? Задавали. И отвечал, отвечал. А сейчас они озвучены. Много. Ой-ой-ой. Никогда не думали. Такое сокровище. Там ни у Смирного, ни у Патриарха, ни у кого этого нет. Я отвечаю согласно Библии, в первую очередь. По этому вопросу. А они задали-то вопрос какой? А такой вопрос, на который никто не будет отвечать. А я отвечаю. Почему? Перед Богом. Я никогда не сказал, не давай, не записывай. Или... Нет, ничего. Тайна какая-то. Моя биография. Так, если так будут знать, вас слушать и любят. Ну, это значит, не нужны они. А который любит Бога, он поймет, что я прошел через... Все это. Через огонь и воду и медные трубы. У меня опыт редчайший. Ну, кто может похвалиться своим Господом в такой степени? Вот. Я еще никого не... Вот вы. Я еще не встречал никого. Да. Который с детства хотел бы быть, кем я хотел быть. То космонавтами хотели быть, то артистами. А я хотел так, что содрогаются. Ну, это вам Господь желание такое дал. Господь. У моего ничего нету здесь. Ничего не могу даже сказать. Кроме... Благодарю моего Иисуса Христа. Любимого мною. И Отца Небесного. А вот к людоеду заходили? К людоеду в камеру заходили? Да. Не в камеру. Как... Как... К ним, кажется, окрыли через эту... Сейчас не могу сказать. Мастерич фамилия его. Он своего сабуты этого сокамерника съел. Угу. Угу. Я ему сказал. Я утром приезжаю в тюрьму. Он там стоит на крыльце. Генерал-лейтенант. И говорит. Все, Латкин, двери открыты. Ступайте. Я иду, меня уже ждут офицеры ведут. Вот не имей, говорит, сто рублей. А имей тесте, как от жубей. Угу. Надо взять Хрущева. То есть вам влияние помогает? Влияние помогает, да? И губернатор, мэр города, и там профессора, и академики. Они все мне всегда помогали. Ректора университетов, Государственной Думы. Члены Государственной Думы в Москве нам помогли хорошо. Там был священник, отец Глеб Якунин. Так что пришлось побывать. А это не запрещается. Мы не в обход закона шли. Да, да. А были, которые противостояли вам? А? Были, которые противостояли вам? Они у меня каждый день. Пришлось только в черный список Занести мне, последние там, не знаю сколько, 3 года, Около 15 тысяч человек. Вообрази. Материаться там. Нет, нет, это понятно. Я веду со стороны власти. Ну и власть тоже. Она еще власть. Он у власти сидит там. Замполит. Он власть. И он вам противостоял, да? Ну, теперь, когда я, он не был, а когда меня арестовали, я уже только помещен. В это время пришел замполит. Ульяновский Владимир Александрович. У меня снимок с ним есть. Когда была презентация моих книг, первых 8 томов. И он пришел. А здесь, значит, он меня ведет. А что у вас в руках-то? Я показываю кружку. А она... Ну, шиферили ее там. Материи жгли. Ну, что ж такое? Он взял кружку как вдоль коридора. Гальнул. Загремело. Он сразу вызвал, которая... Ты этого человека видела? Ну? Ты маленько смотри, кто перед тобой-то. Что ты ему даешь? Начальнику по двери он полковник. Соломин Александр Семенович. Ну, и как? Я говорю, да нормально так. Слабо Богу, я говорю. Никто не мешал. Я говорю, мешал один тут. Подошел, да и угрожал. А кто это такой? Он сразу вызвал. Да это был какой-то тут проездом. Подошел. Я тебе, дескать, дам. А я портянки сушил, а он у меня навалился. А-а-а. А это нет, нет, нет. А простынь? Да какая простынь там? Обрывок. Он сразу к кружке по батарее постучал. За вход зашла. Так ты этого человека видела опять же? Выдать новые простыни, все ему дать новое. Ты маленько, ты гляди, кто перед тобой. И когда мы проповедовали в этом селе Клочки, Грибрихинского района-то, и эта женщина мне встретилась. Она на пенсии-то. И написали из другой эпохи встречи. Ой, как мы, ой, я помню, как у нас стирают там где-то. Мы никогда не давали стирать. Почему? Сами стирали. Когда же их мылся я. А зачем же я буду давать? Это все запомнили. Я даже не знал, что помнят. Мне радостно это вспоминать. Сколько добрых людей было со мной. Одна женщина, я говорю, маленькая такая ростом. Дубачки называет, которая там обслуга. Ее звали Эльза Кох. Это самая в Освенскуме была там людоедка у Гитлера. Ну, это такая же. Идем дорогой. Не разговаривать еще. Я говорю, вы не хотели бы знать, когда будут праздники? А вы как знаете? Я говорю, я на 20 лет вперед выучил себе праздники. Здесь написал бумажки. Я ей дал. Она расположилась ко мне. Обратно идем. А следователь принес там чесноку, там еще что-то было. Орехи. Я говорю, он мне вот это дал. Можно пронести? Какой разговор? Берите всегда. Я вас всегда пропущу. Вот тебе Эльза Кох. А для меня она оказалась самая хорошая. Я только один раз с ней встретился. И она смиренная была, как сестра родная. Такой же был один из охранников. Когда я, ну, я не знаю, где-то я был в это время. Приехал в Барнаул, я постарался его найти. А, и заключение был. Я его нашел, Иваном звать. Фомиле не нашел и отблагодарил. А он что вам сделал? А вот я когда гулял, гуляешь когда там наверху, а сверху решетка крупная такая, там десятка заваренная, периодического профиля. И он меня оттуда кинул. Осень была. Несколько листиков березы. Листиков пять. Я с собой их сохранил. Я же в природе живу. Эти листики для меня были как талисман какой. Они меня когда выводить надо на очень час. Но они торопятся. Скорее выводить. Ко мне подходят. Все, час кончился. Я говорю, не кончился. Прошло только, я говорю, 47 минут. Ну, у вас же часов нету. А я говорю, зашел, солнце падает. Я тебя пометил на стенке, где пальцем-то. А теперь я знаю движение солнца. Я сразу высчитал. Они меня там за кого представили. Суть не за астронавта. Мне вот это уже не сложно. Это астрономия. Надо учиться ей. Да. А вот можно еще такой вопросик. Вот у нас в государстве борются с наркоманией. То есть сажают там за это наркотики. А почему вот алкоголь продают и табак как бы. Это же тоже наркотики. Ну, а ты думаешь, почему? Ну, я думаю, деньги. Конечно. А с наркотиком что ты заработаешь? Притом в международном масштабе. Все договорились с государством. Это большая прибыль. Арестовывают там, захватывают, перекрывают каналы. А там дальше идет работа. Это перекрыть в один день. Почему наркоманов не было ни одного? Мужеложника, садомита ни одного не было у Гитлера. И у Салина не было. Почему? Статья была. А эти все гей-парады. Ни одного парада не было. Гей-парада. Нигде. Ни в Италии. Нигде. Не было. То есть главные фигуры мира ненавидели эту мерзость садомитскую. Вот так. Да. То есть, если бы захотели бы, убрали бы правительство. Даже делать нечего. Абсолютно. Абсолютно. Вы сумели же торговлю оружием подпольно. Где? Где кто торгует? Все перекрыли. И перекрыли. Так перекроют, что ничему не рад будешь. Это государство. Внедряют своих людей. Все знают. И сразу арестовывают. И дали ему лет двадцать. И все. Никакой амнистии. Все кончилось. Говорит, нельзя с коррупцией бороться. А рядом в Китае 2 миллиарда половины, что ли, их там уже. И они знают, как арестовали. Приговорили к смертной казни министра. Министра. Но его не расстреливают. Потому что со счета не могли снять. Он в тюрьме работает, чтобы заработать пулю. Сколько пуля стоит. Вообще. Чудаки. И выводят на колени. Тут жена пришла на стадион. С ней простился. Поцеловался. Подошел. Встал на колени. И сколько коррупционеров было, наркоманов. Напротив каждого. Винтовкой. И сразу одновременно стреляют. Все повалились. В этот день хоронят. Огромная страна. И все. У них этого нету. А сколько за нас. Возьми. Туниси где-то. За наркотики там попались. Пьяный был где-то. Все. Гор был. Правую руку отрубили. Первый вопрос. Какую? Какой рукой он? Правой. Отрубили. Дальше. В больницу не принимают. Родственники отказываются. Милости не подавать ему нельзя. И хоронить нельзя. И это им с детства вколачивает. Что вор это плохо. Его ложи рядом он не возьмет. Он знает что за этим идет. Жизни не будет. Ты отжил. Вот они как умеют. Ну конечно это не по любви кому-то. А из-за страха. Но страх это тоже здорово. Блажен имеющий страх. Бойся Бога твоего. А они знают как спасать. Я говорю о мусульманах. Нам у них учиться надо. Они умеют с вином бороться. Ни одного пьяного. Ни одного. Повторяю. Ни одного. За последние 1300 лет. Два миллиарда. Они трезвые, здоровые. А в Таиланде там не казнят, а порят. И показано как шофера привязали. Руки, ноги. Взяли у него анализы. Выдержать нет там. И на задницу привязан такой как плакат. И где самые булки-то торчат, там вырезано. И теперь его начинают. Один считает. А другой показывает как задница дрожит. Наконец кровь потекла. Шкура поползла. И все это в интернете выставлено. А потом его под руки ведут. Пьяный за рулем. А не умеют работать. А у нас не знают что делать. Это в одном интересное я прочитал. На Парижских островах кажется закон. Гласит. Женщину если она тонет спасать нельзя. Смертная казнь тебе будет. Так русские когда узнают. Это что за щедовищный закон. Это. Да как же так то. Ну вот вы подождите. Скажите. Да. У вас в России такой есть закон. Да нет конечно. А сколько женщин. Ооо сколько их утонуло. Так закона же нет. Вы же спасайте их. А у нас за последние там 500 лет. Ни одна женщина не утонула. А почему. Мать ее учить еще в ванне девочки. Доченька моя. Тебе не на кого надеется. Давай ныряй. Давай плавай. Она мужчину может спасать. А ее нельзя. Умные нации какие. Нам учиться надо везде дорогой Никита. Ну да. Ну да. То есть нам надо вот проповедовать. Да. Проповедовать. И смиряться. Не возноситься. Мы многому должны научиться и у мусульман. И у евреев. У источников я не знаю что там взять. Ну бывает тоже что то есть. Я не интересуюсь этой темой. Я знаю что это безумие. Поклоняться. Ну вот. Вы допустим вот пришли. Пришли вот в это отделение. Да. На работу. То есть у вас в отделении там 15 вот этих вот наркозависимых. Вот. Вот. Вы санитар. Какое отделение пришел? Куда? Ну вот. У вас 15 наркозависимых. У кого у меня? Где ни одного нету? Где у меня? Не. Ну вот. Я говорю образно. Если представить. Ну образно. Где? В комнате сидят в тюрьме. Я туда не хожу теперь. Никого не допустим. Где они сидят 15 алкоголиков? Как я поеду к ним? На улице я не вижу. На улице совсем пьяных нету. Не. Ну как бы вот. Вам сказали вот. Предложили бы вам поработать. Где? Как бы вот. В психоневрологическом отделении. Да я бы не пошел никогда. Зачем это? Этого делать нельзя. Это отделение надо ликвидировать. Оно не нужное. Поглощение средств. Их не исправляют ничего. Пускай они пенсию повысят. Старикам. Их лекарства никто не может купить. Стон стоит. Нет. Понятно то что это бизнес. А им то можно же там проповедовать. Ну проповедую. Я им не буду проповедовать. Я знаю что бесполезно. Потому что они не в своем уме. Я сидел с наркоманом. И когда я постился. Отказывался. А он тогда порс это берет и две. Он говорит. Вот я дублюсь говорит. Дубль. Дублюсь говорит уже. Какой там день или что. Еда то есть. И он стал поправляться. А то никак не мог. Там то собаку съели у хозяйки. Съели. Собаку съели. Сжарили. Много шутников есть. Не надо их лечить. Их надо в оковах держать. И заставлять работать. Почему их не лечили. Самые большие страны. У нас это демократия. Как ее называют. Дермократия. Это не лучший способ правления. У нас там видите как построено. В комфорте наоборот. Не работать как бы. А вот они. То есть наркозависимые попадают. Я все понял. Суду. А они тогда вову держат. Люди огромные деньги платят. Чтобы мне. Признали не вменяем. И судить его не будут. Ни за что. Я говорю. Мне нужно чтобы в суд выйти. Ну они тогда мне два больших мешка. Набрали там и галеты и пряники. И отправили. Когда уже кончилось. Мы говорит на пенсии. Никого так не провожали. Как у вас. Да. Ну вы то просто не санитар как бы. А я то не санитар. То есть у меня и образование есть. И все как бы. Ну я работаю. Трудись. То есть. То есть. Я думаю. И это влияние можно использовать. Как вот им. Не знаю. Не знаю. Смотри. Чтоб тебе череп не раскроили. А какие они там наркоманы. То есть они слабые же все. Всего. Сатана в них. И взял такую силу. Говорит. Что они выскочили раздетыми. Вы помните. Сыновя скемы. Священники. Ну понятно. То что они противостоятельно будут там. Ну давай расстаемся. Больше ничего нету. У меня времени нету. Совсем. Все хорошо. Хорошо тогда. Спасибо. С Богом. До свидания. С Богом. Отвечайся. Сейчас скину. Жди там.